Нормально, можно что-то? Что ты там боишься? Говори добрый, хороший, а только поскорить в твою голову. В периоде с полутора до двух лет ребенок стал меняться. До этого был жизнерадостный, веселый, активный. Стали пропадать жесты, стало много истерик на пустом месте. Мы пошли узнать у невролога, что происходит с ребенком. Все анализы сдавали, то есть сказали, соответствуют норме. Но когда ребенок не спит месяцами и годами, я думаю, многие родители тоже узнают в данной ситуации себя. Натропы, уколы. Нам много что назначали, но мы попробовали только минимум. Лекарства – это не выход из ситуации. Надо какую-то терапевтию, то есть какие-то занятия или какие-то центры, которые именно заинтересованы в этом плане. Не знаю, какая-то сила, наверное. Я связалась с Давидом. Он был на тот момент в Армении. Нам пришлось ждать Давида, пока он вернется с Армении. Потом мы делали соответствующие документы, чтобы прилететь сюда. Все, мы прилетели, чему мы очень сильно рады. Я подбежала к Давиду, обняла его. Потому что это чудо какое-то. Дай тебе живот, пойдем там. Держи, держи, держи. Нет, а кто же умеет? Так внимательно смотрят. 22 февраля ночью я написала Давиду. И самое интересное, он мне тут же в ночь ответил. Да, конечно, давай завтра созвонимся. Я не понимала, как все это проходит, но я искренне поверила этому человеку. Плавно. Нет, ты расслабь руки, я сам буду их поднимать. А ты смотри, не дергай, не дергай. Я сам. Вот они сами вот так плавно поднимаются. Плавно опускаются. Плавно поднимаешь. Вот, молодец, да. И плавно медленно опускаешься, да? Вот так. Видишь, получается, правда? Да. Вот, ты старайся плавно так и двигаться, и чтобы не бегать, у тебя плавно ходить тоже. Спокойный, уверенный, да? Да. Вот такой вот. И ты, руки, ноги плавно у тебя вот так вот двигаются, да? Вот так плавно. Плавно, плавно. Хорошо? Увиден. 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 Конечно сказал. А что он раньше не говорил? Конечно. Раньше он такого не говорил? Нет. Ну, мама пора заложить, сказал первый раз. Конечно. Адекватно сказал. В контексте того, что мы ему сказали. И все, что Давид там спрашивал, и говорил, ребенок отвечал, там, да или нет. Вот, ну. Осознание обязательно придет. Оно уже приходит. Уже видно. Обычно, вот я сегодня Иссефе сказала, что он, когда мы в автобус заходим, он прям пробирается вот к своему любимому месту и к окошку обязательно. Сегодня все места его любимые были заняты. И он просто сел рядышком. Я говорю, ну что делать, давай ждать. Занято место. Он сидел и ждал, пока не освободится у окошка. Первый раз так спокойно, вот я ему сказала, и он спокойно сидел и ждал. Не пытался выгнать кому-то там. Обычно бывает один раз я поговорю с ребенком. Ну, ты что? Все. Спасибо. Давид нас пригласил в этот раз, вот как раз в январе приехать. Мы согласились и мы знали, что нам надо, потому что мы видели, что нужна еще работа, несмотря на то, что были большие успехи и в первый наш приезд, и в Одессе. Несмотря на то, что мы мало пролечились по времени, но был рывок. Каждый раз, когда мы приезжаем, после лечения у нас большие рывки. И это замечают специалисты. И в саду, где мы ходим, и другие специалисты говорят, что вы делали, что вы принимали, где вы лечились. Нам было это очень приятно. Несмотря на это, мы видели, что работа еще нужна. Лучше сюда один раз приехать, посмотреть своими глазами, чем потом жалеть всю свою оставшуюся жизнь, что ты кусать локти, что ты не прилетел, не помог своему ребенку. Ребенок сейчас пока будет развиваться. И на данный момент мы ему будем поддерживать всякими определенными занятиями, чтобы он развивался дальше. И где-то через год, через полтора мы должны вернуться сюда. Чтобы толчок развития был гораздо выше. Еще пройти новый уровень, чтобы он более развивался. Конечно, мы планируем еще раз сюда вернуться. Я вижу результаты уже сейчас. Есть родители, которые говорили, уехали потом, начались результаты. У нас результаты какие-то, уже толчок пошел сейчас. После того, как его побрили, у него начал расти черный волос. У него волос был светлый. И череп, когда я видела его череп после того, как побрили, честно говоря, хотелось плакать. Потому что вот как будто срезали верхнюю часть. Потом, когда мы общались с братом по WhatsApp, он говорит, у Максима что, у рога на лбу растут? У него начали вот эти косточки выпирать лобные. Я каждый день с утра до вечера смотрела на его голову. А потом говорю, да нормальная голова. А потом я не понимаю, что она-то меняется. И меняется уже с первых дней. И так быстро это все подтверждают, что быстро все пошло у него. Несмотря на то, что он уже большой. Выравнивается все. Дай бог, мы надеемся, все будет еще. Поэтому нам очень надо еще раз. Мы приедем еще раз. И родителям, которые сомневаются, которые ждут чего-то и не дожидаются от врачей. Врачи ничего никому не обещают. Я знаю, что есть шанс помочь нашим детям. Я буду рассказывать всем, чтобы этим шансом воспользовались. Потому что я вижу результат уже сейчас. И я верю, что он дойдет до нормы. Как Давид говорит, норма нас не интересует, нам надо больше. Но если я буду в норме, я буду самая счастливая. Даю велосипед делать. Потому что живот уже вырос у нас на галетах. Привет, мой хороший. Мы с тобой сегодня отлично играли. Садись, будем интервью дать. Посиди со мной. Будешь молчать или будешь петь? Будешь молчать. Хорошо. Спасибо. Ну вот. Короче, я с тобой посижу. Давай ладоши. Вот. Поэтому никакого конфликта нет. Все работает. И работает на уровне нашего тела, на уровне наших мыслей, на уровне наших запахов, на уровне нашего голоса. Очень важная вещь. Мне достаточно того, что я уже сейчас и здесь вижу эти перемены. И я знаю, что это будет понарастающе. Я уверена у нас, если здесь идут эти перемены, то дальше лучше, лучше и больше. Я в этом не сомневаюсь. Я в этом уверена. Вообще, каждая мама молится и верит в чудо. Я думаю, что мамы, родители таких детей, они не то, что очень набожны, но они верят в Бога. И, может быть, даже вот эта проблема с детьми их толкает к Богу еще больше. То есть они чаще посещают церковь, чаще молятся. Много разных путей. Но каждый родитель для себя выбирает свой путь, который он считает нужным. Мне кажется, если мама искренне верит, родители искренне верят, молятся, Бог обязательно им пошлет тот путь, верный путь того человека, которым поможет. Надо искать. Я искала. Я искала, я нашла. Ребенок обязательно упадет в гору, если родитель верит в него, родитель помогает ему. И всем, кто случайно увидит это видео, которые еще не лечились у Давида, я очень рекомендую приехать сюда, познакомиться со всеми специалистами, с Давидом, с СССР. Вы будете в шоке от результата в хорошем смысле. Редактор субтитров А.Семкин